Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики Укрлайф ТВ, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами сегодня украинский политик, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Андрей Алексеевич, не успела наша делегация вернуться из Соединенных Штатов Америки, как тут началось такое яркий парад отставок назначения в структуре Кабинета Министров, в структуре Офиса Президента Украины. Что вы об этом думаете? Вообще-то лучше всего придумал Владимир Арьев. Он назвал это «вылык Ильичского парасумництва». То есть это большие перестановки кроватей в одном известном заведении. Хотя, опять же, если вы помните весь этот анекдот в полном объеме, то там мораль этого дела была в том, что нужно не передвигать кровать, а менять персонал. Вот если вы посмотрите, была вице-премьер-министр испытаний европейской интеграции госпожа Стефанишин. Как сказал президент Украины, это будет новая кровь, это новый импульс. Ее пересадили из кресла вице-премьера в кресло министра юстиции. Это вот новая кровь, она в замкнутой системе передвигается и должна придать какой-то импульс. Но я понимаю, что она действительно способна придать новый импульс, учитывая, что она является обвиняемой по делу о коррупции. В высшем антикоррупционном суде. Теперь будут возглавлять ни много ни мало Министерство юстиции Украины. Я поздравляю всех депутатов. И оставаться вице-премьером, потому что, исходя из голосования и новой ее должности, должности просто объединили. Вы же видите какой-то мощный прорыв, как это вот серьезнейшая вещь. Дальше опять же начались вот эти вот рокировки министра и всех персоналей. И, в общем-то, мы видим, что действует принцип сообщающихся сосудов. То есть, есть Банковая, есть Грушевского. И вот люди пересаживаются из одного кресла с Банкового, они переходят на Грушевского, из Грушевского они переходят на Банкового. И весь этот круговорот зеленых кадров в природе называют потужным и незламным изменом. Как сказать, президент, нужна новая структура, да? Ну да, вы понимаете, вот они еще собирались новое министерство создать. Министерство создать на площадку Еднане, сокращенно Миньед. Но потом они как-то подумали, оно звучит как-то вот не совсем благозвучно. И решили назвать Министерство повернения Украины, Минпук. Это, в общем-то, где-то лучшее. Кстати, вот это сейчас появилась фотография кандидата в министры, недавно перешедшего храницу незаконного Артема Дмитрука. Он, наверное, там находится. Наверное, его будут просить вернуться назад и возглавить это министерство. Потому что никто лучше его не знает, как удрать и, соответственно, как вернуться. Но мы из истории знаем о правительствах в изгнании, о правительствах в Экзиле. Да, он будет в Экзиле. Он будет возглавлять, да. Поэтому я вот посмотрел на все эти мощные перестановки и лишний раз убедился, что Арьев был прав. В Лык и Лишко по рисунке. Вообще, если так вот подвести итог, вот был хороший анекдот. Помните, как невеста подходит к Рэбе и говорит, Рэбе, я вот так волнуюсь, слушайте, ну вот первая брачная ночь, да, вот у меня. Я не знаю, вот что мой жених обо мне может подумать, если я к нему неправильно зайду в опочивальню. Как вы считаете, мне прийти в ночной рубашке или уже сразу без? Ой, я так волнуюсь, Рэбе, только вы мне можете подсказать. Он на нее смотрит, говорит, дочь моя, придешь ты к нему в рубашке, придешь ты к нему без рубашки, результат будет один и тот же. Он тебя, извините, трахнет. Поэтому вот то, что происходило сейчас в Верховном Совете, вот это где-то приблизительно то же самое. Передвинули кровати, те же самые лица поменялись местами, и мы теперь ждем от них какого-то путужного и незламного результата. Но результат уже был известен, исходя из того, что они делали до этого. И какие результаты. Андрей Алексеевич, ну смотрите, комментируя тему отставок и назначения, вы рассказали два анекдота. Значит, не так уж все плохо. Ну я понимаю, что у нас когда-то господин президент, помните, когда он заканчивал выступать во время инаугурационной речи, я же сидел в зале, говорил, что я всю жизнь занимался тем, что смешил людей. Но теперь, по крайней мере, украинцы не будут плакать, я вам гарантирую. Ну вот видите, он тем же занимается. Все смеются, все довольны, несмотря на, в общем-то, тяжелое положение, которое сейчас в стране. Но все вот благодаря вот этим действиям нашего президента и его вот этой путужной и незламной команде, все сейчас будут как-то настроение повысить. Я считаю, что это позитивно. Британское издание The Economist пишет о том, что Зеленский решил уволить Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины за нехватку энергии для продвижения поставок оружия. Как вы думаете, это и есть истинная причина отставки Дмитрия Кулеба? Я думаю, нет. Он просто всем надоел, потому что он ничем не занимался, и его, в общем-то, влияние равнялось нулю. Вспомните встречу с Сияртом. То есть приехал министр иностранных дел в Венгрии. Проблемная сторона для нас всех. Но Кулебу не отправили на встречу Сиярта одного, потому что все же понимали, что нельзя его одного отправлять. Поехал с ним Ермак. И вот и ведут переговоры. Во всех средствах массовой информации фотография. Сидит Сиярта, напротив сидит Ермак, и где-то там в конце стола, в углу сидит Кулеба. Но в конце концов, понимаете, вот этот принцип Чебурашки, Гена, я понесу чемодан, а ты понесешь меня, он должен был когда-то закончиться. Это нормальный мажор, который любит светскую жизнь, который говорит какие-то правильные слова. Но абсолютно пустое место. Поэтому замена его с точки зрения изменения ситуации в нашей внешней политике абсолютно ни на что не повлияет. Сначала ему дали Сибигу, первого зама, чтобы он как-то его подпер. У него даже духу не хватило подписать тот приказ о запрете выдачи документов гражданам Украины мужского пола, которые находятся за границей, помните, до введения в действие закона о мобилизации. Это Сибига дело. Почему? Потому что ну как же чистенький, светленький, весь прозрачный Кулеба может подписать такие плохие приказы. Поэтому вот этим, вы понимаете, когда человек не хочет на себя ничего брать, никакой ответственности, а хочет работать вот в этой зеленой команде, ну рано или поздно это заканчивается тем, чем оно должно было закончиться. Его просто уволили. Ну и дальше, как говорила моя классная руководительница, Лена Ивановна, жизнь была без радости, разлука будет без печати. По мотивам обсуждаемой темы ряд пабликов приписывают следующие слова Алексея Юристовича. Он говорит, что массовые отставки в украинском правительстве – это пресечение попытки госпереворота. По его мнению, часть украинской элиты уже давила на Зеленского, чтобы тот пошел на переговоры с Россией, а он взял и уволил тех политиков, которые представляли эти элитные группы. Это что же получается, что, например, Дмитрий Кулеба выступал за переговоры с Россией? Ну, я вас прошу, Вадим. Понимаете, когда подобные заявления делает Люся, это нормально. У нее всегда вот такие вот вещи проскакивают. Ей больше всего интереснее, когда Малюшка, вот помните, Малюшка у нас уволилась? Представляете, Малюшку, который давил на Зеленского. Малюшка дольше всех там сидел. Пять лет. Но, правда, как он сидел? Он с первого дня понял, что если он хочет выжить в этой команде 95-го квартала, ему надо быть клоуном. То он под столом сидел. Значит, нет, сначала он сидел на столе, там, в позе йога. Потом он сидел под столом, на столе стояли его башмаки. Потом он какие-то дурацкие, идиотские рожи корчил. Это министр юстиции на сегодняшний день. И вот вы представляете его давящим на президента Зеленского. Малюшка. Чем он его давить мог? Только смехом. Какими-то клоунскими ужинками там и прочими вещами. Или, допустим, Ирина Ворещук, яка будет тиснуть на президента Зеленского. Який сказал, и он ей сказал, ты мне не потребна. И она поехала. Вот я жду, что они еще разминируют, поскольку она появится в офисе президента. А то они там чонгар разминовывали. А сейчас она перешла в офис, и она ему снова потребна. Что-то опять будут разминировать. Теж она. Вот представьте себе, как она тиснула на президента Зеленского. Ну, а всех остальных, там же даже говорить некому. Вот вы в курсе, кто был министром охороны Довкин? Ну, честно, так скажи. Так, на вскидку. Ну, его сейчас уволили. Вот, вы знаете, его давящим на президента Зеленского. Ну, слушайте, Арестович... Политик, чиновник, чья фамилия начинается на букву С. Да, Стрелец, по-моему. О, вот видите, вот вы молодец. Вот вы настоящий политический журналист. Потому что вы даже вот это ничтожество знаете, как его зовут. Поэтому Арестович вот как-то, понимаете, он все время все более и более маргинализуется. И выдвигает такие вещи, которые, ну, просто кроме смеха ничего вызвать нет. Ну, Малюська-Малюська. Но то, как его встречали, то, как его провожали, Верховный радио Украины, я думаю, что даже далеко не всех артистов, выступающих на главной сцене страны, во Дворце Украины, вот так именно встречали, как встречали Дениса Малюську. Как вам сказать, с виду своего по-свое. Вот какое Малюська, какая большинство такое Малюська. Я вам хочу напомнить, что они с такими же визгами, воплями и соплями провожали, например, яйца сяйного Резникова. С его яйцами по 17 гривен. Я считаю, что по нему плачут все тюрьмы в Украине. Который 33 миллиарда гривен оставил в дебюторской задолженности по Министерству обороны. И ушел подборный и продолжительный аплодисмент. Не надо удивляться, они все одинаковые. Вот они такие, как Малюська, как Резников, как Зеленский. Это все вот плоть от плоти зеленая власть. Неадекватная и абсолютно глупая. И абсолютно циничная. Поэтому ничего тут удивительного нет. Хорошо, Андрей Алексеевич. И все же, вот то, что эти отставки и назначения произошли после того, как украинская делегация посетила Вашингтон, это просто совпадение. И исходя из той информации, которую мы обладаем, возможно, у вас есть какая-то инсайдерская, если есть, прошу поделиться. Так, а чем, собственно, и закончился этот визит? Каковы итоги? Ну, давайте начнем с того, что надо отмотать время немножко назад. О том, что будут кадровые перестановки в правительстве, об этом говорили еще в начале лет. И причем журналисты писали о том, что якобы Шмагаль, будучи мастером спорта по борьбе с коронавирусом, надоел нашему верховному главнокомандующему. Причем настолько надоел, что он решил его заменить. Если бы Шмагаль уволился, если бы его уволили, то не надо было бы вот эти вот два дня церкви, которые сейчас были в Верховном Совете. Причем потому, что вместе с отставкой премьера-министра уходят в отставку и все члены кабинета министра. Все, они бы автоматически всех уволились. И вот вроде все как было нормально. Определились даже с кандидаткой на эту должность. Это была Юлия Сверденко. Вот вдруг, неожиданно, два человека решили заблокировать это решение президента. Этих людей звали Денид Арахамия и Руслан Сиханченко. Почему? Они вдруг проявили такую вот прыг. Поставьте себя на место Арахамия. Вы руководите большинством. Вы должны собирать голоса под каждое голосование в Раде. Если оно не прошло, вас спрашивают, вас начинают склонять и говорить о том, что вы чего-то сделать не можете. Как Арахамия должен собирать голоса? Он должен быть влиятельным среди депутатов. Половина депутатов, которые находятся в Раде, это депутаты-мажоритарщики. То есть это не те, кто по списку прошел и могут спокойно плевать в потолок. Те, кто прошел по-мажоритарке, они вынуждены появляться на округе, встречаться с избирателями. А там куча хозяйственных проблем. Там где-то кусок дороги надо отремонтировать. Там нужны деньги на ремонт школы. Там еще какие-то вопросы хозяйственные нужно решать. Они не все общегосударственные, они местные. Мелкие вопросы. И какой порядок установлен был банковым? Вы не должны ходить к премьер-министру. Вы должны идти на банковую, становиться на колени, кланяться. Вас еще раз нагнут. Вы еще раз должны присягнуть. Потом поднимается трубка, звонят Шмагалю. И Шмагалю разрешают решить этот мелкий вопросик. Но представьте себя на место депутата. Ходить, унижаться по каждому вопросу. Это сложно. Что делает депутат? Давид подходит, просит проголосовать. А депутат ему говорит, ну Давид, давай так. У меня же тоже вопрос есть. Ты можешь решить? Какой? Ну вот этот вот маленький вопросик. У меня там школу нужно, деньги перебросить. Сейчас. Давид идет в премьер-министр. И говорит, вот у депутата такого-то есть вот такой вопросик. Что говорит Шмагаль, умный и дальновидный? Не вопрос. Давай, мы-то как-то тихонько там, я там этот вопрос решу. И так вот эти вопросики решались. И на этом держался авторитет и Арахами, и Стефанчук. Ермак об этом знал. И он понимал, что протекает вот эта информация. Вот вся система дает утечку воды. И соответственно его власть над парламентом не абсолютная. Многие депутаты игнорируют просьбы офиса. Но когда их Давид просит, они идут ему навстречу. И вот возникла идея. Давайте мы заменим Шмагаля на абсолютно лояльное существо Юлия Сверденко. С его фантастически идиотскими идеями. Типа как сэкономить электроэнергию. Надо энергоэффективные лампочки раздать пенсионерам. Они крутят эти лампочки. С пожевания электроэнергии упадет. И соответственно мы получим огромную экономию. Или вот ее там идеи, помните, когда вот разбомбили там нефтебазу. Она обещала президенту к 7 мая 2022 года решить бензиновый вопрос. Ну вот вы такие вот, знаете. Вот человек вот такого кругозора и такого мышления. Она мне чем-то напоминала китайцев. Помните, вот когда они там выплавляли сталь в эпоху культурной революции. Там великого, большого скачка. То есть у нас нет доминых вещей больших. Но мы тогда каждому до двору доведем завдания. Они там чугун выплавят из сталь, принесут сборный плод. И соответственно мы обгоним и СССР, и США по производству стали и чугу. Или там Воробьева отстреляют все вместе. Потому что они, чтобы они рису меньше ели. Чтобы у нас, так сказать, продовольственной проблемы не было. Где-то вот мышление Юлии Свериденко на это много. И вот они решили ее поставить премьер-министром. И встал вопрос об замене Шмыгаля. И тут выступает Стефанчук и говорит, а вообще-то Шмыгаля, по моему глубокому убеждению, является лучшим премьер-министром в истории независимой Украины. Как-то все пропустили мимо ушей. А я смеялся. Я понимал, что это же не просто так было сказано. После чего Стефанчук распускает депутатов. Они уходят типа на каникулы. Все возмущаются. Проходит две недели. Выступает президент и говорит, я прошу вас, депутаты, собраться. Тут 15 вопросов по армии накопилось. Нужно срочно. Я посмотрел, что там за срочные вопросы. Там вообще какие-то абсолютно нулевые. Ну хорошо, раз ты просишь, мы собрались, приняли. После этого вопрос о снятии Шмыгаля снялся сам собой. Они пошли другим путем. Будем снимать отдельных министров. Но Ермак не успокоился. Юлия Тимошенко вообще давно уже таксистом у него работает. Понимаете, в чем дело? Там ведь в чем проблема? Вот эти вот самолеты госуправления делами, да? Горжавное управление с правами. Они положены либо премьер-министру, либо президенту. У головы и Верховный Рад. А летать на нем всемогущему завхозу нельзя. Ну как быть? Ну что, повезет его Шмыгаль в Вашингтон решать вопрос о Шмыгалем? Ну это как-то нелогично. Поэтому самолет выделяется для Юлии Сверденко. Она является руководителем официальной делегации. Туда берут Умерова. Умеров, он, соответственно, министр обороны, замначальника генерального штаба. Они едут в Пентагон для решения вопроса о разрешении ударов по целям на территории Российской Федерации. А с другой стороны едет Юлия Сверденко, едет Ермак, едет еще кто-то из заступников офиса президента, едет Даша Зарина, едет Влад Власюх, который отвечает за санкционную политику. Вот эта часть делегации едет совершенно с другой миссией. Им нужно утрясти вопрос нового премьера. Но американцы есть свой кандидат на эту должность Оксана Маркарова. Это еще худший вариант, чем Шмыгаль и Сверденко в квадрате, с моей точки зрения. И, соответственно, они поехали, если бы они вернулись из Вашингтона, сказали, вот у нас есть кандидат, согласован с союзниками. Нам увеличат помощь, если мы этого премьера назначим. И, соответственно, вот тогда бы у них были аргументы требовать смещения Шмыгаля. Но, судя по всему, они приехали, пошли по шерсти, вернулись пострижены. Понимаете, в чем дело? У них, соответственно, ничего не получилось. И вот они вернулись, и как-то это все тело затихло. Обратите внимание, опять же, все фотографии из Америки, ведь Юлия Сверденко официальный руководитель делегаций, но везде на фотографиях Ермак. Вот это была его миссия, договориться с американцами о кандидатуре нового премьера. Я думаю, что это дело провалилось. И, соответственно, они сняли вопрос на сегодняшний день. Шмыгаль остается. У него ума хватило себя застраховать через Стефанчука и Арахамия. Вчера президент вынужден был прийти на фракции. Депутаты там двух тормознули, а за третьего не голосовали за Кулебу. Теперь он их попросил, и сегодня они все за него проголосовали. Напомнили о своем существовании. Вот так это делается. Вот такая у нас политика. Интересно разложили, интересно рассказали. Андрей Алексеевич, а по поводу вопроса о предоставлении, точнее, появлении вооруженных сил Украины вот этой опции наносить удары по военным объектам, расположены в глубинках российской территории, дальнобойным оружием. Ну, исходя из тех комментариев, исходя из комментариев и Джона Кирби, и представителя Пентагона, ответ прозвучал нет. Но это все то, что мы услышали из публичной плоскости. Но самое интересное, сочное, вкусное и важное происходит там, за кулисами. Это окончательное и бесповоротное? Нет. Сложно сказать, ведь речь идет об администрации Байдена. Это его линия, и он считает, что давать Украине право наносить удары американским оружием в глубь территории России, это будет осколаться. Но он вообще очень осторожно себя вел. Вы помните, они были против предоставления танков в свое время, да? И когда давили на Шольца, Шольц сказал, что мы готовы предоставить танки только после того, как предоставят американцы. Леопарды свои. Соответственно, американцы вынуждены были 31-я брандс передать. Вот они там на вооружении якобы 47-й бригады, как я прочитал в средствах массовой информации. И вот после этого немцы и прочие страны начали предоставлять леопарды. Американцы сначала не хотели предоставлять дальнобойную артиллерию. Но как только встал вопрос об боеприпасах 152-го калибра, которого нигде не было, они поняли, что украинская армия не сможет воевать, если у нее не будут боеприпасы 155-го натовского калибра. А эти боеприпасы требуют соответствующего вооружения. Так пошли 3-7-ки в украинскую армию, так пошли М-109 самоходные артиллерийские установки, так пошли Цезари, так пошли Панцергаубицы и все остальное. Затем стал вопрос, что делать. У русских огромное преимущество в боеприпасах. Они там склады поставили вдоль линии боевого соприкосновения, они просто вагонами отстреливают эти снаряды и просто сносили всю нашу оборону. После этого американцы отважились поставить АТОК. Хаймерсы вынесли всю российскую логистику вдоль линии фронта и создали условия для контрнаступления в 22-м году. Четыре установки, но они уничтожили склады боеприпасов, вывезти за один день физически нельзя. Они хромили их в течение нескольких недель, практически уничтожили огромный запас снарядов для российской армии. Затем стал вопрос о дальнобойных ракетах. Американцы категорически были против. После этого Британия поставила Шторм Шэдоу, они начали активно применяться в Крыму, вынося там противовоздушную оборону и так далее, и так далее, и так далее. После чего поставили скальпы французы, вот, и начали давить на Шольца, чтобы он предоставил свои дальнобойные ракеты. Но, к сожалению, он на этом деле затормозил. Потом все-таки американцы отважились поставить АТОК в ограниченном количестве. Дальше они были против поставок F-16. До сих пор они не поставляют самолеты, это делают другие страны. Они только обучают пилотов. То есть администрация Байдена делает все очень с большим лагом по времени запаздывания. Нужно ли нам американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России? Ну, давайте вот разберемся. Вот у нас есть город Харьков. Он страдает ведь от чего? От вот этих управляемых бомб. Российская авиация сбрасывает их с расстояния 50-60 километров от города, и они летят управляемой бомбой и уничтожают, в общем-то, мирный город. Обеспечить защиту Харькова при помощи стационарных комплексов зенитно-ракетных, даже Патриот там или НАСА, с ним изможно. Потому что они будут находиться в зоне дальнобойной российской артиллерии и в зоне, где их могут накрыть баллистическими ракетами. Это слишком близко. То есть вы там стационарный комплекс развернуть не можете. Сейчас пытаются Харьков защитить при помощи Ф-16, которые должны будут сбивать российские носители этих бомб. У них есть соответствующие ракеты «Воздух-воздух», которые будут способны уничтожать эти самолеты в воздухе, потому что когда уже бомба летит, его сбить очень сложно. Но лучше всего бить по аэродромам, где базируется эта авиация. Вот именно для этого нужна дальнобойная ракета. Если мы будем уничтожать самолеты на их аэродромах, у русских не будет возможности вести бомбардировку линий боевого соприкосновения соответственно наших первых городов. Если бы у нас сегодня были дальнобойные ракеты и возможности наносить удары по аэродромам вглубь России, я думаю, что вот эти вот Ту-95, Ту-22 и Ту-160 не летали бы с ракетами и не запускали бы по территории Украины. Поэтому это очень важный момент. И я думаю, что рано или поздно это случится. Вы видите, они ждут, пока у нас будет столько жертв. Уже во Львове что творится, что отворилось в Полтаве, Киев обстреливали. Но американцы, видите, вот-вот-вот уже мы дозрели, вот в результате это сейчас мы дадим. Посмотрите, что сказал Джон Кирби на своем традиционном брифинге. Мнение, что если мы дадим Украине дальнобойные атакам, то они смогут поразить авиабазы и большинство самолетов, обстреливающих Украину, неверно. Лукавит господин Кирби? Пускай дадут ракеты АИМ-158 для Ф-16, но не с дальностью 360 километров, а с максимальной дальностью 1200, которые есть. И пускай они не лепят дуракам. Есть у них соответствующее оружие, которое способно нанести очень серьезный ущерб военным объектам, находящимся внутри России. А что там, агавки закончились в Америке? Я не понял. Или дефицит? Второй вопрос. Стал дефицитный товар, да? Да, второй вопрос очень важный. Скажите, пожалуйста, когда есть закон международных соглашений о распространении ракетных технологий. Но Украина – ракетное государство. Она всегда ракеты строила. Ей не нужны сейчас ваши ракетные технологии. Требуются ваши ракеты. Они у вас есть. Не надо рассказывать, что Атакамс не долетит. Да, есть Атакамс, который летит до 300 километров. Но у вас же есть гораздо более дальнобойные ракеты. Что вы дуракалепите и говорите о том, что это ничего не поможет? Поможет. Дайте. Не вопрос. Дайте F-35. Дайте B-1B самолет, невидимку. Бомбардировщик. Он прилетит в Россию, разбомбит аэродром Оленью, где базируется Ту-95. Его даже не увидит российская система ПВО. И вернется на базу. И на этом закончатся героические полеты. И пускать ракеты будут не еще. Потому что Ту-95 они не соберут новые. Чего вы боитесь? На этой неделе президент Зеленский дал интервью американскому телевидению. И в этом интервью сказал, что Украина планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе внезапного вторжения. Речь идет, понятное дело, о Курской области. Нам не нужна их земля. Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни. Украина удержит эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью победного плана по прекращению войны. Выступает Путин на экономическом форуме и говорит, что это священный долг российская армия освободить Курскую область от ВСУ. И также сказал, что первоочередная, первостепенная задача в рамках так называемой СВО – это освобождение Донбасса. Наивно же полагать, что удерживая Курскую область и контролируя эту территорию, можно заставить Путина пойти на переговоры. Ну, вообще обороны чего-то сложно достичь победы в войне. Когда, условно говоря, классический пример в истории – это соревнования между Давидом и Голиафом. Голиаф, он уже огромных размеров, он чудовищный такой гора мышц. Попробуйте с ним бороться. Ведь он вас просто поборет, потому что он тяжелее и он более мощный. Но Давид может победить Голиафа, если он будет действовать асимметричный. Голиаф пошел драться или бороться, а вот его прощают только хлоп в лоб и до свидания. И Голиафа нет. Поэтому победить можно асимметричными действиями. Когда они рвались на Покровском направлении, да, можно было пять бригад, которые потом использованы были в Курской области, бросить в мясорубку под Покровск. Они бы там задержали бы продвижение русской армии там на месяц. И уличные бои в Покровске бы начались бы, условно говоря, не в сентябре месяце, а начнутся в октябре, в ноябре. Что это стратегически меняет? Ничего. А вот когда вы наступаете в Курской области, Россия вынуждена перебросить на явные резервы туда, в Курскую область. Сейчас президент сказал, что порядка 60 тысяч солдат переброшено туда. Это те солдаты, которые могли бы оказаться на Покровском направлении. Из Покровска ничего не сняли. Но они туда ничего и не перебросили. И я сейчас читаю, я, кстати, всех военных экспертов украинских, читаю только Костю Машевца. Я считаю, что это единственный нормальный человек, который без ура-патриотизма, который проявляет, в общем-то, профессионализм в оценке текущей ситуации. И не потому, что мы с Костей учились в одном военном училище, а потому, что Костя, как мне кажется, он наиболее объективный. Я не беру всех этих реестровых специалистов офиса президента, типа Жданова, типа Светанова, типа Арестовича. Это понятно, это другая публика. А Костя дает разбор боевых действий. Тут вот благодаря ему, когда я читаю, я понимаю картину, что происходит на поле боя. И вот Костя говорит, что темпы, во-первых, падают русского наступления, а зона наступления сужается, и это вынужденная герта. Потому, что как бы вы хорошо не воевали, вы несете потери. Вам нужно их восполнять. Если часть резерва вы обязаны теперь перебрасывать на другое направление, это уже снижает ваши возможности по продвижению вперед. И, соответственно, повышает наши шансы на успешную оборону. По поводу заявления Путина, я вам скажу следующее. Он четко фактически обозначил, что будет в ближайшие месяцы, какие задачи будут стоять перед российской армией. Задача номер один – оккупация Донбасса полная. И дальше, ведь она может идти дальше, дальше впереди Днепропетровская область и Запорожская. Но он говорит, что освобождение Курской области, значит, резервы будут переброшены, войска с этого направления будут переброшены на Курскую область, если они решат первую задачу, и вытеснить украинские войска с российской территории 2. И тогда он дальше поставит вопрос, если он две эти задачи решит, вот мы готовы наступать дальше, если вы не поднимете руки и не согласитесь на те условия, которые мы вам навяжем. А навяжут... Которые были озвучены еще Путиным накануне саммита мира, мы помним. То, о чем он говорил на коллегии то ли Министерства обороны, то ли на коллегии Министерства иностранной дел РФ. Он сейчас немножко по-другому сказал. Он сейчас не касался территорий, он предложил вернуться к тому документу, который был парафирован в Стамбуле. И когда Ермак рассказывает, что мы к позорным минским соглашениям никогда не вернемся, я понимаю, почему он так говорит. Потому что он понимает, что минские соглашения в сравнении со стамбульским это предел наших мечтаний. Потому что стамбульские соглашения это чисто капитуляция. И об этой капитуляции мы узнали, кстати, не от наших средств массовой информации, а от западных. Почему-то не хватило храбрости вот этим нашим переговорщикам опубликовать весь текст, который был парафирован. Не подписан, парафирован. Мы об этом узнавали только от союзников. Так вот, из того, что мы узнали, извините, сравнивать даже нечего, в сравнении с стамбульскими соглашениями в Минске это предел наших мечтаний на сегодняшний день. Поэтому им нужно лучше закрыть ротики и думать о том, как объяснить людям, что они там на подписывали. Но приехал же Борис Джонсон, если мы вспоминаем события 22-го года. И кое-что, видать, сказал. И не только Борис Джонсон, который сейчас общается с пранкерами. Да, но Борис Джонсон пранкером сказал, что эти готовы были сдать все. А то он сказал пранкером. То есть, я так понимаю, это было не в официальной... Представляете, вот что? Готов был пойти на компромиссы. Да, Зеленский, мол, готов был идти на компромиссы. Что такое компромисс? Компромисс, когда вам нож представили, у вас в руках автомат, и вы готовы отдать кошелек. И тут вдруг прохожий говорит, слушай, ты что, дурак, что ты? Сейчас автомат в руках. Чего ты? Кошелек, который... А, да. Ой, а тот убежал в это время. Когда понял, что сейчас что-то будет. Вот где-то такая ситуация. Они же все просто вструсили. Они были готовы уже на любые условия. И вот Джонсон приехал, немножко их стрихнул, говорит, ребят, какая капитуляция, у нас народ готов воевать. Да, и те стали великими нефтиками. Понимаете, чемпион? Теперь ходят, гордятся. Вот Янукович втик, а я не втик. Я не знаю, что было бы лучше. Помните, как дедушка умер, а дело живет? Лучше бы было наоборот, когда про Ленина говорили. Также Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита через Украину, потому что намерена исполнять свои обязательства перед клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты. Но мы когда с вами обсуждали публикацию агентства Блумберг, мол, война войной, а транзит по расписанию. Вы понимаете, есть же нюанс. Транзитный договор подписывали в Париже. Подписывал Гобалев, который ездил с Зеленским. Когда они встречались с Путиным, там, в формате четырех. То есть был Макрон, значит, была Меркель, по-моему, да? Был Путин и был Зеленским. Путин единственное, почему поехал в Париж. Транзитный договор по газу заканчивался. Делегацию Газпромовскую направлять в Киев он не хотел, а украинская делегация не хотела ехать в Москву. Вот они на нейтральной площадке Парижа подписали этот договор до 2024 года. Сейчас транзитный договор заканчивается. Его условия были такие. Россия продает газ Европейскому Союзу на западной границе Украины. Она, у нее была газоизмерительная станция в Сурции. Это сколько газа зашло в газотранспортную систему Украины. И продавала дальше она на западной границе. Точка, где получали газ европейские, страны Европейского Союза, это была западная граница Украины. А вот за этот, за этот промежуток от Суджи, условно говоря, до точки выхода из газотранспортной системы Украины, за этот транзит по территории Украины платила Российская Федерация, платил Газпром. Сейчас все наши дружники начали кричать, что никакого транзитного, нетранзиту российского газа по нашей территории не будет. Это напоминает заявление Арсения Петровича, что мы нижних креплений российского газа больше в Украине не имеем. Ну, то есть, газ шел через территории Украины до Словакии, дальше коннектор, разворачивался и уже из Словакии он становился словацким газом и возвращался в Украину. Соответственно, платили мы Словакии плюс еще там какой-то процент, за то, чтобы этот газ переименовать из российского в словацкий. Но, зато было очень красиво эффект. Что сейчас? Сейчас ставится вопрос, каким образом? Вы хотите торговать с Россией, мы же не можем вам этом запретить, да, вы же наши союзники, та же Германия, другие, которые нам помогают. Вы хотите у нее покупать? Замечательно, но российский газ по территории Украины идти не будет, юридически российский. Хотите покупать? Покупайте в суд же. А за прохождение газа по территории Украины мы теперь транзитный договор подпишем не с Газпромом, не с Россией, не с Германией, например. И все, все довольны. Мы выклонуем зубовязание перед союзниками, вы же нам допомогаете? Допомогаете. Мы в Германии, Германии. Газ германский поступил при территории Украины, потому что его оплатили с момента, когда в суд же он переходит в Украину, он же немецкий. Он же точно так же, как у нас не было российского газа на территории Украины, точно так же теперь не будет российского газа, который к немцам поступает. Это уже немецкий газ. А вот за транзит по нашей территории, ну это же немцы платят уже, а не Газпром. Какие вопросы? Ловкость рук, понимаете, вот эти вот люди не зря же в 95-м квартале работали. Странно цирковое искусство, оно же такое. Ловкость рук и никакого обмана. Андрей Алексеевич, а что там от нас Международный валютный фонд хочет? Миссия то ли возобновляет свою работу, то ли начнет работать, там разное в пабликах пишет. помните, как спрашивал, как Астамбен говорил, что хотел Коля Кацнельбоген, подруг моего детства, Коля Кацнельбоген от подруги моего же детства Ингизианца. Любви. Хотел он любви. Международный валютный фонд, вы понимаете, это как космонавты, они живут в своей реальности. У них есть набор требований, знаете, вот как этот, как органчик. У них в голове, вот давайте вот так, давайте вот сяк, тут повышайте, значит, снижайте курс гривни, тут у вас вот такая, ну то есть у людей войны нет, люди хорошо себя чувствуют, они живут в Вашингтоне, они вот приезжают на периферию каким-то бурьеном, у них уже вот заготовки домашние есть, с ними очень сложно разговаривать, потому что я с ними общался. Я вот когда с Роном Ван Руденом общался, хочу сказать, что он на меня оказал огромное влияние, считаю, что это один из умнейших людей, с которыми мне приходилось общаться в жизни. Он приехал то же самое, засчитал, повышайте этот самый пенсионный возраст, ибо не видеть вам денег МВФ как своих ушей без зерков. В том году он приезжал? Это был 17-й год, 2017-й год. За два года выбора президента, ну да, что интересно, это был январь месяц, МВФ не просто приехал, они впервые свою переговорную позицию оприлюднил. То есть, они сказали, вот, 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 это фактически был ультимат. Я помню первую встречу нашей делегации по поводу пенсионного возраста, и Рон Ван Руден мне говорит, прямо в лицо, говорит, это нам обещал ваш президент. Ну, что я ему сказал, господин Ван Руден? У меня такой информации нет. Мы же с вами ведем переговоры. У меня должны быть соответствующие полномочия и инструкции. Мне президент подобных указаний не давал. Поэтому я не думаю, что он вам мог такое обещать. Ну, как же? Может, вы его неправильно поняли? Он на меня посмотрел, так, у него такие очки были круглые, как у Гарри Поттера. Я говорю, вы знаете, ведь вы же приехали с какой целью? Повышать пенсионный возраст и решать проблему пенсионного фонда. Дефицит. А в чем была проблема? Ведь в 2015 году великие наши комбинаторы приняли закон, который снизили вставку единого социального взноса с 38% до 22%. То есть, дефицитный пенсионный фонд, а еще взяли 40% снизить доходы пенсионного фонда. Минимальная пенсия 949 гривен и не повышалась два года перед этим. Средняя пенсия порядка 1600 гривен и эту минимальную пенсию получала 8,5 миллионов граждан. И плюс, а те, кто получали больше, платили 15% налога. Вот я прихожу министрам, у меня 112 миллиардов гривен собственные доходы пенсионного фонда и 145 миллиардов это то, что дает государственный бюджет. И Роман Роман говорит, вот смотрите, вы же приняли этот закон. У вас теперь минус 60%, у вас на 60% датируется пенсионный фонд. Вам деваться некуда, надо повышать пенсионный уровень. Я тогда спросил вот этих вот наших деятелей, зачем вы это сделали? Надо помогать бизнесу. Бизнесу же тяжело. И мы решили снизить ему нагрузку, на него снизить за счет пенсионеров. Пенсионерам же легко, правда? Поэтому забрали у пенсионеров в 60 миллиардов отдали. Ну хорошо, отдали, а дальше что? А дальше им должно быть стыдно. Они выйдут из тени. Количество плательщиков резко вырастет. И те же деньги они вернут в бюджет. Ну да, вы им дали, они положили 60 миллиардов, а теперь они должны достать эти 60 миллиардов и вернуть обратно. Вы же за кого насчитаете? Вот это было экономическое мышление вот этих вот идиотов. Я не буду называть пофамильно, но я вот с этим вот столкнулся. И поэтому я в Уроново-Аван Руден спросил, говорю, у вас какая цель? Сократить дефицит пенсионного фонда или просто повысить пенсионный фонд? Он на меня посмотрел и говорит, а что, у вас есть другие предложения? Я говорю, да. Ваше предложение меня не устраивает по следующим основаниям. Вы забыли, что с 2011 года у нас повышается пенсионный возраст в течение 10 лет. Когда при Януковиче поднимали пенсионный возраст до женщин, было 55 лет и в течение 10 лет он должен был быть увеличен на 5 лет. То есть, каждый год на полгода повышался пенсионный возраст. Говорю, господин Иван Руден, у нас большинство населения это женщины. То есть, сократите, пожалуйста, возможности для экономии денег пенсионного фонда ровно на половину, даже больше. Потому что эффекта от повышения пенсионного возраста вы не получите до 2021 года. Почему? Потому что женщинам и так пенсионный возраст повышается. А за счет мужиков вы много не нагремете, они живут меньше. Он на меня посмотрел и говорит, хорошо. Еще что? Второе. Говорю, вот вы же приехали из цивилизованной страны, из Голландии. У вас возраст, говорю, длительность жизни у людей растет. Растет? Растет. Если люди жили у вас раньше 75 лет, сейчас живут 80, потом живут 85. Но вы их должны, и вы им должны давать пенсии. А это значит, что если они живут дольше, значит у вас расходы все время растут. Значит у вас единственный способ это какой? Повысить порог выхода на пенсию. Увеличилось на 5 лет там продолжительной жизни? Вы там на 3 года увеличили срок выхода на пенсию. И второй, и третий, очень важный момент, уважение в теневой экономике. У вас сколько работает людей? Столько и платят сносы. А что у нас, говорят? А у нас получается, что у нас 40% в тени, а средний возраст жизни маленький, меньше, чем у вас. Если мы сейчас увеличим возраст выхода на пенсию, люди перестанут платить. Почему? Потому что, я говорю, Я же все равно до пенсии не дожил. Какой, говорю, это будет стимул? Никакого. Ну зачем мне будет пенсия, если она будет призом, если я туда дожил? Если я дожил, мне и так государство заплатит. И самое главное, говорю, смотрите, вот у нас есть люди, которые работают по белому, они платят взносы, они рассчитывают в 60 лет выйти на пенсию. А есть люди, которые не платят, им плевать. И когда вы повысите пенсионный возраст, смеяться будут над теми, кто платил. Им скажут, вот дураки, мы же вас предупреждали, что вот вас кинут, и вы скинули. Говорю, а мы предлагаем им следующее. Давайте не будем повышать пенсионный возраст, а сделаем, увеличим требования к стажу. Выполнил, в 60 лет ушел на пенсию. Не выполнил, работаешь дальше. И вот тот, кто прятался, он оказывается в худшем положении, чем тот, который честно работал на пенсию. И Руден на меня посмотрел и говорит, знаете, это интересно. Мы с вами продолжим разговор через некоторое время. Они улетают в Вашингтон, и я понимаю. Вот этот человек, он сказал, слушай, что ты мне там рассказываешь? Мы тебе сказали повышать, повышай. Ты хочешь деньги получить? Давай. Нет. Они 4 месяца работали там и получили на согласование, они потребовали наши расчеты и так далее. И через 4 месяца Руден приехал и сказал, давайте обсуждать ваше предложение. Вот так мы с ними работаем. А вот эти идиоты, готовы на все, парышни легли и просят. У них никаких идей нет, у них никакого понимания нет, какова ситуация, чтобы им даже объяснить вот этим господам из Вашингтона, что идет война, и поэтому есть определенные вещи, которые должна Украина делать не так, как в мирное время. Я же вижу, что у них просто... А знаете почему? Я вам объяснил. Потому что вот те люди, которые в Минфине работают, они же понимают, что у них в Минфине работают не вечно. Они должны будут после Минфина где-то работать еще. Посмотрите, где работают бывшие Минфиновцы. они работают либо в Мировом банке, либо в МВФ и так далее. И вот эти люди, уже находясь здесь, на должностях, руководствуются не нашими интересами национальными, а своим будущим местом работают. Вот и все. И вот это большая проблема в ВНФ. Страшная проблема. Я не работаю в МВФ после увольнения. Я живу здесь, в Украине. Поэтому я защищал интересы украинских пенсионеров и украинских людей наемного труда. А этим было по барабану. Просто по барабану. Когда мы будем поднимать пенсионные деньги? Вот когда ты лично тебе будет 75 лет, мы тебе пенсию выплатим. А сейчас поднимай себе. А ситуация, которая в нашей стране, она говорит нам о том, что так делать нельзя. Не потому, что я не хочу. Ну, что это невозможно. Вот и все. Дорогие друзья, украинский политик, экс-министр социальной политики Украины Андрей Раева был сегодня вместе с нами на Укрлайф ТВ. Андрей Алексеевич, спасибо вам за интереснейший разговор. Благодарность нашим зрителям, слушателям, подписчикам канала Укрлайф ТВ. Спасибо, что вы вместе с нами. Если еще не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь и лайк этому видео поставьте. Самое главное, берегите себя и всего доброго. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok